Друзья, всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться очень классной идеей сладкого подарка на любой праздник. Это вот такой стильный и красивый набор из бента торта и капкейков. Идею такого оформления я увидела у домашних кондитеров в инстаграм, и мне сразу очень захотелось сделать свой вариант. Бента торты сейчас находятся на пике своей популярности, а такой набор смотрится очень стильно и эффектно. Также это огромный простор для творчества. Можно, например, делать ассорти вкусов. У меня на канале есть очень удобный рецепт сразу пяти бента тортов. Есть бента медовики и самые разные капкейки. Из них можно составлять бесконечное количество комбинаций. Ну а в этом видео вас ждет новый рецепт, и я покажу, как всего за один подход сделать вот такой шоколадный набор и как его упаковать. Видео получилось полезным и красивым, давайте готовить. Итак, начнем с приготовления шоколадного кексового теста, которое пойдет на капкейки и на бисквит для торта. Итак, в первую очередь нам нужно к просеянной муке добавить обязательно просеянный какао и разрыхлитель. И хорошо перемешать, чтобы ингредиенты объединились, пока убрать в сторону. В отдельной чаше нужно начать взбивать сливочное масло комнатной температуры вместе с сахаром. Я отвлеклась и начала взбивать масло без сахара, но потом вспомнила, сразу добавила. Вы сразу же соединяйте масло с сахаром и взбивайте. Взбивать надо тщательно до посветления масла. Масло должно стать пышное, кремового состояния и значительно посветлеть. И затем к хорошо взбитому маслу, не прекращая взбивания, начинаем добавлять по одному яйцу. Яйца также должны быть комнатной температуры. Добавили яйцо, тщательно его вмешали и следующее добавляем только после того, как предыдущее хорошо вмешалось. Когда масло с яйцами хорошо объединились, начинаем поэтапно вводить сухие ингредиенты и молоко, чередуя их друг с другом. Начинаем и заканчиваем сухими ингредиентами. Получается, что сухие ингредиенты мы вводим в 3 этапа, а молоко в 2. Молоко должно быть комнатной температуры. Перемешиваем каждый раз на минимальной скорости миксера, можно вручную венчиком. И перемешиваем лишь до объединения ингредиентов. Долго вымешивать это тесто нельзя, иначе после выпечки кексы не будут нежными. И тесто должно получиться в результате вот таким красивым, гладким и однородным. Тесто выкладываем в формочки для кексов и заполняем их не до конца, потому что во время выпечки кексы очень хорошо поднимутся. После того, как выложили 8 капкейков, выкладываем тесто в форму для бисквита. Этого количества теста у меня хватило ровно на 8 капкейков и бисквит диаметром 12 см для бенто-тортика. Это очень удобно. У меня все вместе разом в духовку поместилось вот в таком виде. Духовка обязательно должна быть разогрета заранее. Температура выпечки 180 градусов. Выпекаем кексики до сухой и чистой шпажки. У меня они выпекались около 18 минут. Я их достала и еще примерно 10 минут допекался бисквит. И вот такими красивыми получились кексики. Для остывания их переставляем на решетку, чтобы донышки не мокли. Ну а вот таким получается бисквит. На готовность его также проверяем деревянной шпажкой. Она должна оставаться сухой и чистой. Бисквит выпекался примерно на 10 минут дольше, чем кексы. И этот бисквит важно не пересушить. Достаем его аккуратно из формы. Заворачиваем в пищевую пленку и на несколько часов отправляем в холодильник. Пока займемся приготовлением крема, сделаем порцию базового сырно-сливочного крема. Его подробная технология приготовления есть у меня на канале в отдельном видео. И там же есть варианты еще 6 кремов на основе базового крема. Вся информация будет указана в описании под видео. Итак, базовый крем я разделила на две части. Из одной части я сделаю крем Орео, а из другой шоколадный крем. И оба этих крема будут отлично сочетаться с шоколадными кексами. Для крема Орео нам понадобится печенье Орео. Его нужно будет отделить от крема. И затем измельчить удобным способом. Можно измельчить в блендере, можно как я. Просто сложить в пакет, пакет завязать и измельчить в крошку при помощи скалки. И теперь в одну часть крема добавляем растопленный молочный шоколад. В другую часть крема крошку Орео. И перемешиваем кремы до объединения. Чтобы растопленный шоколад в креме не пошел крупинками, не вводите его слишком остывшим. Кремы готовы, вот такими они получаются. И мы можем приступать к сборке нашего сладкого набора. Для пропитки я использовала крепкий кофе. Также сюда хорошо подойдет сваренный какао. А варианты обеих пропиток я также укажу в описании под видео. Крем перекладываем в мешок с насадкой. И каждым видом крема я отсадила по 4 шапочки. А оставшегося крема хватило ровно на сборку и выравнивание бента тортика. Бисквит я разделила на 3 коржа. Его высоты отлично хватило на 3 полноценных штуки. Итак, бисквиты в торте я также пропитывала кофе. Для сборки торта я использовала оставшийся крем Орео. И его хватило на 2 полноценных слоя. А оставшимся шоколадным кремом я торт выравнивала. Друзья, если вы только учитесь выравнивать торты, то у меня есть очень подробное видео с техникой выравнивания. Ссылку на него я оставлю. Также оставлю ссылки на другие кремы для выравнивания. Так как у меня набор в целом шоколадный, для декора я сделала вот такие мини-шоколадочки. Этот декор готовится очень быстро. Также для посыпки я использовала хрустящие шоколадные шарики. И крошку от печенья Орео. Вот такими в результате получаются капкейки. И для набора 2 разных вида крема смотрятся очень красиво. Для бентоторта я использовала тот же самый декор. Также очень популярны на бентотортах тематические надписи. И в конце я сделала обрызги и подкрасила детали золотым кандурином. Для этого я его развела в небольшом количестве водки до состояния густой сметаны. И вот так у меня в результате получилось. Ну и теперь самое интересное. Это упаковка набора. Нам понадобятся коробки для капкейков. Для своего набора я использовала коробку на 12 штук. Но вы можете брать и на 9, и на 6. И делать самые разные наборы. Чтобы поместить сюда наш бентотортик, нам нужно взять вкладыш для капкейков из коробки. И объединить ножницами 4 ячейку в одну. И понадобятся 2 кусочка пергаментной бумаги, на которых мы будем переносить бентоторт в коробку. И которые будут защищать бока торта от прикосновений с коробкой. И теперь аккуратно, одним движением, переносим бентоторт на пергаментную бумагу. И затем аккуратно за бумагу переносим тортик в коробку. И затем также аккуратно переносим в коробку все капкейки. И вот такой набор получился. Мне кажется, смотрится он очень празднично, стильно и красиво. И получается очень вкусным. А самое главное, он очень удобный в приготовлении. Друзья, у меня на этом все. Вдохновляйтесь, фантазируйте, готовьте. Я, как всегда, вас всех благодарю за внимание. И до новых встреч!